Вы когда-нибудь задумывались, как много незаметной работы может сделать всего один человек? И задумывались ли над тем, благодаря кому все ваши полки заполнены моделями? И почему эти модели получились именно такими, какими вы увидите их сейчас? И это не очередное мое занудство на тему, вот фантазийки, это смысл жизни, как ты смеешь не любить богоподобный боб шейкер, как же так? Сегодня речь пойдет не о фантазиках как таковых, а о дизайнере и просто очень важном человеке для всего мира Hot Wheels, о по-настоящему богатом на фантазию и вдохновение человеке, и просто о парне, мечтой которого было создавать автомобили, хотя бы в формате игрушек и коллекционных моделей. Фрейзер Ли Кэмпбелл Ли родился в Великобритании, где-то в середине 70-х годов. Начать рассказ о его карьере, наверное, можно с Лидского университета Беккета в Великобритании. В 92-м году еще юный Фрейзер Кэмпбелл поступает на факультет продуктового дизайна, и, кто бы сомневался, закончил его в 95-м году со степенью бакалавра. Казалось бы, вот оно и светлое будущее, ведь, как говорят многие в Британии, Лидского университета вполне хватит, чтобы найти себе достойное место в какой-нибудь крупной компании. Но мечта о создании автомобиля не оставляла парня. В общем, в этот же 95-й год Кэмпбелл поступает в университет Солфорда, уже на промышленный дизайн, и, естественно, уже в 96-м году выходит оттуда, став магистром. Начиная еще с 92-го и 93-го года, когда молодой и энергичный парень проводил веселые деньки своей беззаботной студенческой жизни, в его голове, а также на страницах многочисленных тетрадей и полях учебников появлялось большое количество идей и зарисовок, которые очень скоро ему пригодятся. 2000-й год. Парень решил кардинально поменять свою жизнь. Прекрасно понимая, что на родине его импециозные идеи особо не реализовать, он приезжает в США, устраиваясь дизайнером маленьких машинных Hot Wheels в компанию Mattel. Спустя долгий год разработки в мейнлайн-линейке 2001-го года появляется первый кастинг Фрейзера – MailStorm, ставший прекрасным сочетанием классики Hot Wheels времен Sweet Sixteen и современных на тот момент времени кастов Mattel. После этого, начиная с 2002-го года, список моделей, что вышли из-под пера Фрейзера, увеличилось с каждым годом, вплоть до 2016-го года. В этом году Ли покидает Mattel и переходит в компанию HackRod вместе с экс-дизайнером Mattel Феликсом Холстом для работы над электрокаром La Bandita. Позже, ориентировочно в 2018-м году, после неудачной презентации, он грозит уходом из HackRod, однако оставался в компании до самого ее закрытия в 2020-м году. После Кэмпбелл основывает свою собственную компанию по дизайну, но и там он просидел недолго. Совсем скоро его пригласили обратно в Mattel, на место Дмитрия Шахматова, что являлся одним из высокопоставленных дизайнеров и собирался покидать свой пост. Сейчас Ли руководит основным составом дизайнеров в Mattel и продолжает нас радовать своими кастингами. На данный момент, 2023 год, из-под его рук вышло больше 90 разных молдов, в том числе любимые мной Таймы Текси и нашумевшие в последнее время Тунет версии Супры и Чарджеры из Форсажа. Также всем полюбившиеся Lotus и Sprite, Hyperliner, Chevy Silverado, Fastfish, Fastfileon, LaFasta, Porsche 911 GT3 RS, BMW M3 GT2, Z4, The Venster, Chillmill, RipRod, Fast Transit Connect, Carbonic, Aston Martin DB5, Alfa Romeo 8C, HV Pursuit, Cadillac Fleetwood, El Camino 1971 года, Aston Martin 177, McLaren F1 GTR, Paradox, High Roller, Muscle Speeder, Volvo 240 Rift Wagon, Honda Civic Custom 73 года, Audi Quattro 90 года, Vamod Speeder и многие, многие другие кастинги. Все они придуманы одним человеком, и я уверен, что какая-то из них все-таки находится сейчас у вас на полке. Взгляните на свою коллекцию, посмотрите, и если это действительно так, если у вас действительно есть что-то из перечисленного, просто скажите мысленное спасибо этому простому, амбициозному и талантливому парню. Ведь именно он подарил вам ту, пусть и небольшую, но все же яркую улыбку, когда вы нашли и купили эту модель. И именно благодаря ему вы ощутили те самые эмоции и чувства от получения новой модельки в коллекции. И именно его творение сейчас украшает вашу комнату, даже будучи на второстепенном плане. На данный момент Фрейзер Кэмпбелл продолжает работать над нашими любимыми моделями Hot Wheels, и никто не знает, какая модель может стать последней. Данным рассказом я очень хочу предотвратить осуждение новых кастингов людьми без причины, основываясь сугубо на своих личных неприязнях. Абсолютно каждая модель Hot Wheels, не важно, фантазийка это или нет, это мечта какого-то человека. Это труд дизайнера, который воплощал ее фарм от машинок, что мы все любим ставить на свои полки. Абсолютно каждая модель заслуживает уважения. Как и ее создатель и дизайнер. Лично я, да и думаю многие из вас, теперь будут чаще интересоваться теми людьми, благодаря которым на свет рождаются новые кастинги. В том числе и те, которые уже стоят у вас на полках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова